Мне кажется порою, что солдат С кровавок не пришедшие поли Не в землю нашу Он вернулся домой спустя почти 80-летий. Земляки встретили погибшего в начале Великой Отечественной Николая Беседина как героя, отдав ему все воинские почести. Почетный караул, минута молчания и, конечно, государственный гимн. Останки Николая Беседина нашли возле села Рамышево Новгородской области, где в мае 42-го года шли ожесточенные бои Красной армии с немецкими захватчиками. Молодому человеку в то время исполнилось 19 лет. Еще мальчишка, но за полгода после призыва он уже дослужился до сержанта. Какими были его последние дни на фронте, уже никто никогда не узнает. Вот за эти полгода, которые он успел прослужить на фронтах Великой Отечественной войны, он уже получил воинское звание сержантом, был связистом. Это говорит о многом. За такой короткий промежуток времени ему доверили либо отделение, либо взвод, которым он командовал в ходе боевых действий. За хоронение Николая Беседина нашли новгородские поисковики. Рядом с останками был и медальон с его полными данными. Информация об отце, а также адрес, где жила семья. Город Свободный, улица Буденного. Волонтеры нашли родственников погибшего через социальные сети. Как выяснилось, родные долгое время не могли обнаружить никакой информации. Последняя пришла в 1946 году. В записке из военкомата значилось «Ваш сын без вести пропал в годы войны». Они сообщили нам такие данные, что он как бежал в бой, так вот он лежал. Ну, видите, им виднее, потому что они не первый раз встречаются с такими вот как бы моментами. И они говорят, что вот он лежал в этой ямке, когда они разделали яроскопки, и не очень глубоко, прямо ничком. Вот, может быть, поэтому медальон немножко у него не пострадал так. Как рассказывает племянница Николая Беседина, дочь его родного брата, все это время родные не только искали информацию о своем близком, но и до последнего верили в чудо, что он жив, но по каким-то причинам не смог вернуться домой. По крайней мере, на это до последнего надеялась его мать. «Бабушка до последнего была надежда, она думала, что, может быть, он где-то в плену, это вот когда она ждала вот этого известия в 46-м году, вот когда оно пришло и без вести пропал, она думала, что, может быть, он где-то в плену, может быть, еще какие-то, может быть, в госпитале тяжелый лежит или еще что-то. Ну, тогда кто мог знать, что действительно, если бы не произошли вот эти раскопки в августе 19-го года, кто бы знал, что он лежит в этой ямке». Из Новгородской области останки красноармейца Беседина после торжественного прощания по желанию родственников отправили домой, в Амурскую область, в его родной город Свободный. Здесь о нем всегда помнили. Его имя среди многих выбито на обелисках в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Из 18 тысяч призванных свободенцев на фронте погибло более третья от этой цифры. Он вернулся через, больше, чем через 77 лет вернулся на родину. Вот. Я считаю, что это не только для нас уже, которые люди в возрасте, но и особо важно для нашего молодого поколения. Потому что именно наши дети и внуки должны знать, что та страшная война, которая была в 1941-1945 году, она унесла жизни миллионов наших сограждан. Миллионы жителей Советского Союза погибли ради нашей свободы, ради того, что мы имели право жить, расти своих детей. Еще одна история о судьбе советского солдата завершилась. Но, как говорят, война продолжится, пока не будет установлено имя последнего воина. Николая Беседина перезахоронили на местном кладбище, на участке, где покоятся его родные и близкие. Теперь они, спустя почти 80 лет, снова вместе. Юрий Камышный, Андрей Белый. Амурское областное телевидение.